Всем привет дорогие друзья подписчики, а также гости этого канала. Антон Батырев. Его роли три официальных брака и несколько гражданских, отношения с известной актрисой и новая избранница, которая похожа на бывшую супругу. Как сейчас живет этот актер? Антон Батырев российский актер театр и кино. Наибольшую известность артист получил в сериале Пятницкий. Разноплановый актер очень ответственно подходит к своей работе, буквально проживая каждую свою роль, а ведь изначально он не получал удовольствия от выбранной профессии. Антон родился в 1981 году в городе Москва. С самого детства Антон мечтал связать свою жизнь с актерской деятельностью, однако его родители не разделяли выбор сына и настаивали на том, чтобы он получил более серьезное образование. Таким образом он поступил в Академию химической технологии, однако о своей мечте он не забывал и однажды он решил, что не должен отказываться от желания стать актером. Парень пытался поступить в столичные театральные вузы, но все его попытки были неудачными, поэтому он отправился в Ярославль, где и стал студентом местного театрального вуза. После он пытался стать студентом Санкт-Петербургского театрального института, однако и здесь ему не повезло. Таким образом он вернулся в Ярославль, вот только его место оказалось занято коллегой, который перевелся из Саратова. В итоге актер получил диплом Саратовского театрального училища. Актер мастерски может перевоплотиться в абсолютно любые образы. Он играл и врачей, и сотрудников правоохранительных органов и бизнесменов. Свою настоящую популярность и известность актер получил благодаря криминальным картинам «Отдел» и «Пятницкий». Также Антон снимается и в мелодрамах. Так он появился в картинах «Сладкая жизнь», «Кто ты», «Ничто не случается дважды», «Продается дом с собакой», «Вернуть любой ценой» и многие другие. Личная жизнь. Антон не любит рассказывать о подробностях своей личной жизни. Известно только то, что впервые он женился в 27 лет. По его словам, этот брак был спонтанным и распался спустя полгода. Второй избранницей Антона стала девушка по имени Екатерина. С ней он познакомился благодаря общей подруге. Моя жена, когда я с ней познакомился, была босиком. В 10 часов утра в воскресенье я пришел к подруге, и мне открыла дверь босоногая девушка. Я посмотрел на ее ступни и все, улетел. Ухаживал я красиво, старался быть во всем оригинальным, приглашал ее в какие-то необычные места, вспоминал Антон Батырев. В этом браке появился на свет их сын Добрыня. Кстати, сын Добрыня на данный момент является пока единственным ребенком актера. Однако в 2018 году супруги развелись. Несмотря на развод, мужчина продолжает поддерживать связь с сыном и проводить с ним как можно больше времени. Сын уже даже попробовал свои силы в кино. Он сыграл небольшую роль в сериале «Ничто не случается дважды» вместе со своим знаменитым отцом. Также в одном из интервью Антон упоминал о том, что у него было несколько гражданских браков. Третьей официальной супругой актера стала актриса Евгения Лоза. Они познакомились в Киеве на съемках картины «На качелях судьбы». Однако и этот союз просуществовал недолго. Они развелись меньше чем год после заключения брака. На сегодняшний день у Антона Батырева новая возлюбленная. Мужчина счастлив вместе с 24-летней девушкой по имени Анна Савельева. Разница в возрасте не мешает им быть счастливыми. Также многие поклонники видят сходство во внешности Анны и его бывшей супруги Евгения Лозы. Безусловно, такие заявления вызывают острую реакцию со стороны актера и его избранницы. «Антон никогда не сравнивает меня с бывшей и никогда не пойдет на подобного. Его жутко раздражают, когда поклонники сравнивают меня и его экс-супругу. Просто у людей есть типаж, который им нравится. Кому-то нравятся блондинки, а кому-то нравятся брюнетки», делилась Анна Савельева. На данный момент Антон Батырев продолжает радовать зрителей новыми работами в кино. Хочется ему пожелать творческих успехов, удачи и всего самого доброго, всего самого наилучшего. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего, всего самого доброго и замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.